Сегодня 30 июля. 30 июля 1880 года в Самарской губернии помогали малоимущим ученикам. Местные газеты писали о неслыханном росте цен на продукты питания, а также на наем жилья. Из-за дороговизны многие учащиеся стали отказываться от получения образования, и тогда им на помощь пришли жители Самары. Они взялись подыскивать для малоимущих детей дешевые квартиры и даже предоставлять их бесплатно. А один из самарцев, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал на эти цели огромную по тем временам сумму – 2000 рублей. 30 июля 1891 года члены продовольственной комиссии Самарской городской думы обсудили с представителями управы вопрос о мерах борьбы со спекулятивным возвышением цен на хлебные продукты. В итоге стороны пришли к выводу, что самой действенной будет покупка хлеба городом и дальнейший отпуск его нуждающимся по своей цене. Было решено установить следующие расценки. Муки не более одного пуда, а печеного хлеба не более 10 фунтов в одни руки. Ежегодно 30 июля во многих странах отмечают Международный день дружбы. Кроме того, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми. 30 июля в разные годы были рождены английская писательница и поэтесса Эмили Бронте, выдающийся российский тренер по художественной гимнастике, педагог, профессор Ирина Винер-Усманова, британская певица, композитор и музыкант Кейт Буш и другие знаменитости. В народном календаре сегодня день Марины с Лазарем. В эту пору крестьяне начинали задумываться о приближавшихся холодах. На Марину с Лазарем внимательно наблюдали за погодой. Считалось, что осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Таким вошло в историю 30 июля. Всего вам самого наилучшего!